Девчонки всем привет я очень рада вас видеть на своем канале и сегодня попытаюсь выполнить запрос который мне оставили не так давно чтобы я рассказала о прививках о прививках детям что я об этом думаю как мы это выполняем и так далее скажем так у меня появилась уже целая серия таких социальных видео я их так назвала ну что я могу рассказать я за прививки я обеими руками за прививки почему да мы сейчас много видим разных роликов разных постов да где-то в интернете о том что дети после прививки после какой-то прививки заболевают некоторые умирают я не запады появляются какие-то серьезные побочные эффекты да какие-то болезни и так далее и ведутся ожесточенные споры о том нужны и прививки или нет на мой взгляд они безусловно нужны без них никак потому что если рассмотреть те случаи вот какие-то фатальные которых я говорю да это либо некачественная вакцина либо это не профессионально ее введение то есть не профессионализм врачей либо же это какая-то халатность со стороны медиков или же даже родителей на мой взгляд если вакцина качественная если она сделана правильно и если к этому внимательно отнеслись и медики и родители то это только во благо это только в плюс я сейчас говорю о тех вакцинах которые основные которые делают детям от туберкулеза от гепатитов разных видов от коклюша от чего-то еще по моему а дизентерии вроде ли что-то в этом роде давно сделают у нас есть у каждого ребенка свой прививочный паспорт когда ребеночек рождается а его заводят и все прививочки вносятся туда первый ребенок первую прививку ребенок получает буквально спустя два-три часа после рождения в роддоме по моему это прививка от туберкулеза по моему только от туберкулеза если я не ошибаюсь дальше по моему спустя месяц или два делается и через месяц эти прививки повторяются в два-три-четыре месяца и так до года ребенок получает довольно много прививок и дальше уже немножко их интенсивность снижается но все равно я помню вот примерно до семи лет прививки детям делают довольно часто потом они уже как-то тоже повторяются периодически но реже в основном повторяются прививки вот эти вот вот гепатита bc и по моему вот от коклюша и чего-то такого еще я честно я не медик я не сильно в этом разбираюсь но я делала все прививки своему ребенку все которые положены во первых потому что это действительно нужно и в социальном смысле если вы не делаете своему ребенку необходимой прививки вас просто напросто не примут в детский сад либо школу то есть вы конечно можете отказаться от прививки но у вас будут большие проблемы потом как бы в каких-то учреждениях куда вы будете устраивать своего ребенка потому что если же все дети у нас будут ну не все но какой-то процент вакцинирован а какой-то нет они несут опасность потому что все-таки они могут каким-то образом заболеть и дальше разнести эту инфекцию среди тех детей которые также были не вакцинированы да по какой-то причине вакцинация по крайней мере у нас я думаю да и во многих странах она бесплатная то есть вы на это не тратите деньги да можно купить какую-то другую вакцину европейскую по моему да какую-то разные они есть которая вроде как более мягкая более щадящие опять-таки это ваш личный выбор но все-таки я считаю что прививку делать стоит своего ребенка нужно обезопасить от каких-то таких инфекций вот говорят что тот же коклюш ой он так сейчас редко встречается а почему редко встречается потому что делают прививки если бы их не делали то мы бы может быть все им болели бы да тоже я могу сказать и от туберкулезе тоже самое могу сказать и гепатите потому что вы должны обезопасить своего ребенка от таких болезней а тех которых вы по крайней мере можете его обезопасить эти прививки о которых идет речь они опробированы уже давно и ни одно поколение как бы детей выросло да с этими прививками и ничего слава богу не произошло но тут есть такое но такое но вы как родитель в первую очередь должны понимать что знать то есть в каком случае прививки можно делать каком случае прививки нельзя делать то есть если ваш ребенок болеет если у него температура если он только заболевает или же только переболел ребенку в этих случаях прививки не рекомендуют делать сразу же то есть должен пройти какой-то период времени потому что прививка это малая доза как бы да уже слегка так скажем, как я понимаю, безвреженных микробов, которые вводятся в организм, вырабатываются определенные антитела к этому вирусу, и впоследствии, если организм с ним столкнется, у него уже будут силы, чтобы его отторгнуть. Ну, грубо говоря, скажем так, да? Поэтому вашему ребенку нужны силы, как бы внутренние организмы, чтобы с этим справиться. Если он будет болеть, конечно, это все чревато какими-то, может быть, даже тяжелыми последствиями. Поэтому медик, конечно же, перед тем, как делать прививку, обязательно мерить температуру, обязательно смотрит горлышко, слушает вашего ребенка, чтобы, так скажем, не нанести вред ребенку. Но вы знаете, какие у нас сейчас медики. Вы, как родители, должны это контролировать, особенно когда ребенок маленький еще, когда вы сопровождаете на каждую прививку его сами, вы должны понимать, что именно вы несете ответственность за своего ребенка. Потому что медик, он есть медик, у него куча детей, и он не может, как бы, должен точнее, но не обязан отвечать за каждого ребенка в частности, чтобы он не болел и все такое. То есть вы должны сами это все-таки контролировать, как родитель. Потом вы, конечно же, должны интересоваться, что за вакцину делает вашему ребенку. Вы должны смотреть, в чем она хранится. То есть она должна храниться в специальном месте, в прохладном. Вы должны видеть, какими инструментами делается прививка. То есть шприцы, да, и так далее. Медика самого видеть, да, медсестру, то есть как она работает. Это все очень-очень важно. Мне кажется, если все это соблюдать, то все будет в порядке. Да, я согласна. Реакция у некоторых прививок очень жесткая. Особенно КДС-вакцины вот эти вот, да, коклюш, дифтерия и, в общем-то, гепатит, да, они сильные. Особенно, которые делаются вот в начальных месяцах жизни ребенка. У нас были реакции такие, что и место это припухало очень сильно. И ребенок после прививки мог заболеть как бы простудным заболеванием таким, потому что быстрее все цепляется. Да, я знаю, что у некоторых даже и потяжелее бывает, что температура держится у ребенка несколько дней и все такое. Это все, конечно, непросто. Это все как бы неприятно. Мне приятно, но это все объяснимо, в принципе. Поэтому я все-таки за прививки. Я за то, чтобы обезопасить ребенка всеми доступными способами. Но я за разумную, конечно, вакцинацию, чтобы все, что должно было, все соблюдалось. Я не знаю таких случаев, когда были соблюдены все условия вакцинации и, не дай бог, с ребенком случилось что-то страшное. Всегда есть к этому какие-то предпосылки, которые мы, как родители, должны все-таки уметь предусматривать. Так что, что я могу сказать. Меня также вакцинировали. Единственное, против каких я прививок, более или менее, точнее вакцин, это прививки против гриппа. Моему мужу, скажем так, их делают каждый год, так как он у меня военный. То есть ему ни в коем случае нельзя болеть и заражать при этом еще огромное количество народа. Он не каждый год прививается, то есть тоже можно отказаться. Просто был у нас такой тяжелый случай, когда человек после прививки, он должен находиться в какое-то время, ну, в таких более или менее комфортных условиях, не застывать, как бы не болеть. В смысле, уже в тот момент, когда прививку делают. Моему мужу довольно-таки сложная работа. И как-то вышло так, что после прививки ему пришлось какое-то время провести на улице. Это была зима. Он заболел. И это было просто, знаете, адовое просто состояние, когда человек мало того, что просудился, плюс еще действовала вот эта вакцина гриппозная. И он слег просто, я даже, вы знаете, честно, я, наверное, в самое тяжелое свое состояние. И то мне не было так плохо, когда, ну, когда он болел так тяжело. Вот. Поэтому тоже к этим вакцинам надо очень внимательно относиться. Я, например, ни разу против гриппа не прививалась, потому что грипп у меня был один раз в жизни, когда я еще училась в школе, тогда как-то была такая большая эпидемия. И, слава богу, как-то, ну, обошлось. Я выстрелила, все нормально. Может быть, да, тем людям, которые, вот, медики, да, общаются много с инфицированными людьми, да, ищу какие-то такие профессии. Может, им нужно от гриппа прививаться, но далеко не всем, я считаю. Потом каждый год грипп меняется, да, какие-то штаммы новые появляются. Каждый год что-то новое там выдумывают и колят. В общем, тоже. Я вот об этой прививке не могу прям очень хорошо сказать. Тоже надо думать об этом. Также, что я хочу сказать сейчас. Я знаю, есть вакцина, которая делается девочкам от 12, по-моему, до 25 лет от рака шейки матки. То есть выяснилось, что рак шейки матки возникает путем, как-то, вот, попадает тоже какая-то инфекция, начинает развиваться, и вот таким образом появляется такая болезнь. И в Европе, насколько я знаю, уже давно делают эту вакцину, как бы, ну, чтобы обезопасить девочек, девушек в будущем от, не дай бог, такой болезни. У нас тоже делают сейчас эту вакцину, но насчет этой вакцины я все-таки, например, немного сомневаюсь, так как все-таки ее начали делать недавно, мы не можем еще точно сказать, когда дальше она себя поведет. Насчет этого я бы, например, задумалась. Вот, я еще буду думать, делать ли своему ребенку эту вакцину или же нет. Вот, ну, в общем-то, это все, по-моему, такие какие-то вакцины, прививки, о которых я знаю, я вам сейчас рассказала. Мое мнение все-таки такое, чтобы все-таки прививки делать, но очень разумно и не вдаваясь в крайности. Вот, в общем-то, девочки, что хочу сказать, сейчас у нас есть такое большое поспорие, как интернет, и когда вы сомневаетесь по какому-то вопросу, да, вы можете все-таки какую-то информацию почерпнуть оттуда, да, я не говорю, что лечиться по интернету, но вот узнать, например, что-то больше об этой прививке, да, о том, как готовить ребенка к прививке, что делать после прививки. Если ваши медики не на каком-то хорошем уровне находятся, да, не могут вам что-то объяснить и так далее, вы всегда можете как-то сами себя в этом подготовить, потому что, девочки, мы, мамы, мы должны знать очень-очень многое. И мне кажется, мама – это такое обширное понятие, которое включает в себя много-много разных профессий, и просто вы должны быть очень подготовленным таким бойцом и уметь защитить все-таки своего ребенка, вот, во всех смыслах. Так что я желаю вам, конечно же, чтобы детки ваши никогда не болели, были здоровыми, сильными и радовали вас. Я надеюсь, это видео было в какой-то мере вам полезным. Оцените, подписывайтесь, оставляйте новые запросы. Я всех была очень рада вас видеть на своем канале и пока-пока! Субтитры сделал DimaTorzok